Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня мы с вами будем обсуждать знаменитейшие тени от бренда Бернович. Данные тени облетели уже просто весь интернет и я сделала небольшую закупку. В первую очередь мы с вами обсудим, конечно же, спарклы. Я думаю, если вы зашли на это видео, то в первую очередь именно спарклы вас и интересовали. У меня здесь 5 оттеночков, плюс также два рефила, которые не влезли в данную магнитную палетку. Также мы с вами обсудим палетку теней Sansara. Это единственная палетка, которая у них осталась. По-моему, раньше у них были еще другие палетки теней, но это единственная и неповторимая в своем роде, потому что она очень красивая и она единственная пережила все последнее время бренда Бернович. И также, конечно же, я купила на пробу жидкие тени. У меня это оттенок 02. В первую очередь я предлагаю вам посмотреть сводчи, потом мы посмотрим макияжи с данными средствами и в конце видео я расскажу про каждый из этих средств, разберем все на плюсы и минусы. И также хочу заметить то, что это не первое впечатление. Я тестирую эти средства уже примерно две недели и в ней есть что сказать по поводу всего этого. Так что, если это видео вам интересно, то продолжайте смотреть, а мы поехали! Итак, давайте начнем со сводчи и спарклов. Это какая-то просто невероятная красота. То, насколько данные тени блестят и переливаются и вообще отдаются на сводчик, невозможно передать словами. Это смотрится вешено красиво и да, на глаза это передается тоже не хуже, но у всех этих спарклов есть очень большие нюансы при нанесении и при дальнейшей их носке, которые мы с вами обсудим в конце данного видео. Конечно же, самая большая красота данных спарклов раскрывается именно, когда вы смотрите на свет. Это может быть естественное освещение, это может быть также и искусственное освещение, но поверьте мне, переливается это безумно, безумно красиво и когда я носила эти спарклы на глазах, я уже не раз получала комплименты. Дальше давайте посмотрим на сводчи палетки Сансара. Эта палетка в холодных цветах, здесь превалирует пыльно-розовая гамма и сияшки, скажем так, более повседневные. В данной палетке присутствует сразу же три текстуры. Во-первых, это матовые оттенки, во-вторых, это сатиновые и в-третьих, это текстура фольги. И третье, что мы с вами посмотрим, это жидкие тени, они тоже очень красивые. Я выбрала невероятно удачный оттенок. Это оттенок и не тауповый, он и не коричневый. Это оттенок какой-то средний между серо-коричневым, но при этом он благородный, он не холодный, он не теплый и в нем есть как будто бы серебристые блесточки. Смотрится это невероятно благородно и красиво. Теперь давайте, пожалуй, перейдем непосредственно к макияжу и после макияжа мы обсудим все то, что я сейчас вам показала. Для первого макияжа я беру палетку Анастасии Беверли-Хилл с коллаборацией с Джеки Айна и наношу оттенок джинджер в складку века. Оттенок джинджер это коричнево-оранжевый оттенок, на камере он больше смотрится коричневым, но в жизни он все-таки оранжевый. Дальше я беру тени Бернович, Sparkle 07 и при помощи пальца наношу их на все века. Кстати, я не использовала ни базу, ни консилер. Тени очень пигментированные, они отлично наносятся буквально с первого прикосновения, они отлично прилепляются и их практически не нужно наслаивать. Данные тени сделаны на основе красной базы, сейчас ее не видно, но чуть позже я покажу их в другом освещении. Вот сейчас я добавила ресницы нижнего века, внутренний уголочек и сейчас отлично видна красная база и перелив от красного, такого красного, даже розового в оранжево-золотистый. Смотрится очень красиво, это нарядный красивый макияж, который займет у вас максимум 5 минут. Для следующего макияжа я беру палетку Sansara и наношу пыльно-розовый оттенок в складку века. Это очень пигментированный оттенок, поэтому я предварительно стряхиваю кисть на руку и буквально остаточки наношу во внешний уголочек и на складку века. Если наносить без стряхивания, если делать неаккуратно, то оттенок будет мега пигментированным и вы будете очень долго его растушевывать или вы получите очень яркий цвет, который может сделать ваше веко заплаканным. Дальше я этот же оттенок наношу во внешний уголочек. Дальше я беру более темный матовый оттенок и совсем чуть-чуть затемняю внешний уголочек, я пока не стараюсь сильно затемнить внешний уголок, потому что я не представляю себе на тот момент, насколько активный у меня будет в итоге макияж. Дальше я беру Sparkle Bernovich номер 11 и наношу его на веко при помощи пальца. Это безумно красивый нежно-розовый оттенок, он не скукоживает века, он отлично ложится, его практически не нужно тоже наслаивать и он смотрится очень нежно. Этот оттенок отлично подойдет и для нежных макияжей и для более активных. Посмотрите какая нежнятинка, я просто влюблена в этот оттенок. Дальше я беру Sparkle 24 и наношу его поверх Sparkle номер 11. Оттенок 24 он на прозрачной базе скорее, нежели чем на какой-то пигментированный и представляет из себя розово-сиреневые блестки. Сам по себе его наносить не нужно, он будет смотреться некрасиво, а вот если его наносить поверх другого оттенка, тогда он смотрится очень даже ничего. И вот так выглядит конечный макияж. Я добавила внутренний уголочек, нижнее веко, стрелку, ресницы и смотрится очень нежно и симпатично. Это образ именно для девочки-девочки. И для последнего макияжа я беру жидкие тени Бернович в оттенке 02 и наношу их на все веко. Дальше я их буду подтушевывать при помощи кисти бочонка от Ceva. Можно тушевать при помощи пальца, но эти тени тушуются и образуют плеж и поэтому я предпочитаю тушевать именно кистью, потому что кистью я лучше контролирую движение, нежели чем пальцем. При помощи пальца вы сделали одно неаккуратное движение и все, капут. Плеж будет очень большая и смотреться будет некрасиво. Дальше я снова наслаиваю этот же оттенок и подтушевываю при помощи кисти бочонка. Из-за яркого света не так сильно видны эти самые проплешинки, но поверьте мне, они там есть. Дальше я буду закреплять складку века при помощи теней Наташи Деноне мини-голд. Я с смешиваю коричневый и зеленый оттенок и наношу в складку. На мой взгляд будет очень красиво именно за счет того, что я добавляю немного зеленого оттенка. Вы позже увидите почему. Далее я беру спаркл Бернович 06 и наношу поверх жидких теней. Это достаточно интересный спаркл, у него необычный перелив. Под одним освещением он смотрится желтоватым, под другим освещением у него как будто бы появляются совсем чуть-чуть зелененькие блесточки. Поэтому я и наносила зеленый матовый оттенок, чтобы таким образом макияж был более гармоничный. Вот здесь я добавила уже стрелку, добавила ресницы и конечный макияж под разным освещением смотрится по-разному. Где-то он смотрится больше коричнево-нюдовым макияжем, где-то под некоторым другим освещением у него появляется небольшой зеленый оттенок. Итак, я вернулась к вам, теперь давайте все вместе с вами обсудим. Надеюсь, вы мне простите то, что я не делала макияж с абсолютно каждым оттенком, с абсолютно каждым спарклом, потому что это было бы очень-очень много макияжей. Начнем, конечно же, со спарклов. Спарклы невероятно красивые, у них просто какое-то бомбическое сияние, они смотрятся очень пигментированно, очень красиво, очень ярко и их видно издалека. Я две недели, как я уже сказала, тестировала данные спарклы и я постоянно, просто постоянно получала комплименты по поводу этих макияжей. Блестят, спарклы очень красиво, смотрятся безумно классно и это, пожалуй, самая большая заслуга данных теней, потому что данные тени, во-первых, достаточно самодостаточные. Вам в самом легком, простом случае, как я делала в своих макияжах, нужно просто оформить складку века, быть может, затемнить внешний уголочек и нанести как топпер на все века данный спаркл и макияж красивый, невероятный, неповторимый, у вас уже готов. Это очень-очень хороший вариант для тех, кто так же, как и я, не любит утром долго краситься, кто любит сделать макияж раз-два и готово. Вот это вариант для вас, потому что будет очень красиво, будет очень просто, но при этом достойно. Если искать аналоги данных теней, то я могу сказать то, что у Анастасии Вейврли Хиллс в последних палетках, пожалуй, максимально похожие есть оттенки на вот эти. Как пример, давайте возьму палетку с Джеки Айной в коллаборации и оттенок Zem по своей текстуре, по своей яркости, по своему переливу достаточно сильно похож на вот такой вот оранжевый оттенок из данной палетки. На глазах смотрится очень похожа, но отличие в том, что данный оттенок сделан на красной базе, которую немножечко видно, но в любом случае, если вы не хотите или не можете купить Бернович, то у Анастасии Вейврли Хиллс есть похожий оттенок. И также у Анастасии Вейврли Хиллс в палетке с Амрэйзи есть тоже похожий оттенок вот на вот этот розовый, это оттенок 11. Оттенок 11 у Анастасии точно есть, очень-очень он похож, тоже красивый перелив, пожалуй, даже не могу сказать, где оттенок мне нравится больше, но оттенок 24, у него какие-то фиолетовые блестки есть в составе, и этот оттенок, он не самодостаточный, он скорее ложится как топпер поверх другого оттенка. Вот такого у Анастасии нет, но есть тоже очень похожий, но при этом более самодостаточный. Так что если вы ищете что-то непосредственно похожее на это, то можете посмотреть в сторону Анастасии. Но у Анастасии, конечно же, нужно покупать целую палетку, а не рефил, это первый момент. Второй момент, у Анастасии 0,7 граммов теней, здесь 1,5 грамма, то есть здесь теней гораздо больше, они будут заканчиваться дольше, и у Анастасии очень большой расход, здесь расход все же меньше. И это, пожалуй, все плюсы, которые я вам хотела озвучить относительно этих теней. Плюсов немного, но при этом они достаточно значительные, и они отчасти перевешивают то количество минусов, которые я вам сейчас озвучу. Итак, что по минусам? Самый главный, огромный, просто невероятно огромный минус, это осыпание. Осыпается далеко не каждый оттенок, но все же очень часто при макияже я нахожу у себя осыпашки. Конечно же, осыпается оранжевый оттенок, я очень люблю его, но лучше наносить сначала макияж глаз, потом делать макияж лица. И вот этот розовый оттенок 24 в паре вместе с вот этим фиолетовым, тоже они сильно осыпаются. И когда я делала один неудачный макияж с этими оттенками, у меня под глазами были осыпашки, у меня на зоне декольте были осыпашки, и также я была в черной футболке, и вся черная футболка у меня была в осыпаниях. Это чтобы вы понимали, насколько сильно сыпятся порой эти тени. Если работать очень аккуратно, конечно, можно обойтись и без осыпаний, но так как я тут еще рукожоп, то я вам рассказываю все так, как есть. Второй минус данных теней, если переборщить с наслаиванием, то они могут пожевывать века. Третий минус, они порой при долгой носке скатываются. Я не тестировала их прямо-таки 24 часа в день, но вот этот вот, например, рыжий оттенок я точно носила на себе примерно 10 часов, и в середине рабочего дня он у меня на веках скатался. Это, на мой взгляд, не очень страшно, но прошу заметить то, что у меня веки не жирные, и на мне тени обычно практически не скатываются. Так что, если этот оттенок скатался на мне, то у вас, если у вас жирная века, или если у вас есть вообще проблема со скатыванием теней, то у вас этот оттенок точно скатается. И последний, но невероятно существенный лично для меня минус, у меня от этих теней, от некоторых оттенков появилось раздражение. Раздражение появлялось не всегда, но я две недели тестировала эти тени, и раза два или три раздражение у меня на глазах точно появлялось. В основном оно появлялось после демакияжа, потому что тени достаточно любят осыпаться, и когда вы снимаете макияж, такое ощущение, что какие-то блесточки просто стали попадать в глаза, и из-за этого глаза щипало, глаза болели, было ощущение песка в глазах. Пожалуй, самое страшное было у меня после вот этих двух розовых оттенков, когда я смывала очень неудачный макияж, где я использовала вот этот фиолетовый, розовый, сиреневый и розовый, и именно в этом макияже у меня глаза болели как никогда. Чтобы вы понимали, у меня глаза абсолютно не аллергичные, не раздражительные, обычно они ни на что не реагируют. А тут, я когда стала смывать макияж, мне так было больно, мне так щипало и жгло, и кроме этого, весь следующий вечер у меня болели глаза. На следующее утро я проснулась с больным взглядом, у меня глаза просто опухли, и когда я закапывала капли в глаза, у меня было ощущение, как будто бы мне глаза режут, как будто бы у меня в глазах песок. Было очень больно, неприятно. Я полдня потом проходила с красными заплаканными глазами, настолько было мне нехорошо. Но опять-таки, эта реакция возникала не абсолютно каждый раз, когда я использовала данные оттенки, а вот, не знаю, иногда. Возможно, когда я очень много их наслаивала на веках, но опять-таки, если у вас есть раздражительность глаз, то лучше либо не покупайте эти тени вообще, либо купите хотя бы один оттенок и протестируйте, потому что если вы купите 5-7 оттенков, и у вас будет раздражение, то вы очень сильно расстроитесь. Лучше протестируйте сначала всего лишь на одном оттенке. Приходят спарклы, кстати, вот в таких вот картонных коробочках. В каждой коробочке есть пластиковая коробчоночка внутри, и непосредственно над самой тенюшечкой находится вот такая вот защита. В общем, все тени дошли ко мне в целости и сохранности, ни одни не побились, но все же при такой упаковке возможны нюансы. Давайте теперь я покажу вам все оттенки, мы чуть-чуть по ним пройдемся, и расскажу, насколько мне тот или иной оттенок понравился вообще или нет. Оттенок номер 18. Вот так вот он выглядит. Очень красивый зелено-бирюзовый оттенок. Честно говоря, я его так и не выглядела, потому что очень-очень нестандартный оттенок. Я крайне редко делаю подобные макияжи, и так как в последнее время я постоянно работала, то данный оттенок на работу я, конечно же, не использовала. Это очень красивый оттенок. У него невероятно маленькие блесточки, которые очень красиво сияют, и если вы любите вообще подобные оттенки, то я думаю, он вам очень понравится. Это определенно оттенок для креативных девушек. Дальше. Разбился. В общем, был у меня здесь оттенок номер 12. Он упал и только что разбился, пал смертью почти героя. И, честно говоря, я не то чтобы в большой панике, потому что этот оттенок мне не очень понравился. Я его брала с закосом под такой коричнево-зеленый дуахром, но на самом деле этот дуахром оказался не коричнево-зеленым. Там были бирюзовые блестки, и смотрелись они при переливах на освещение, честно говоря, достаточно дешево. Это дешевило практически любой макияж, и даже если это наносить на подложку, все равно смотрелось некрасиво. Оттенок 22 это фиолетово-сиреневый оттенок. У него есть небольшой, немного именно сиреневый, немного розовый дуахром. Здесь маленькие-маленькие розовые блестки. Их видно при переливе света. Честно говоря, оттенок тоже достаточно креативный. В повседневном макияже его, конечно же, использовать не будете, но при этом он достаточно интересный. И скорее он мне понравился, нежели чем не понравился. Оттенок 24. Это розовый оттенок. Он достаточно рыхлый, и, честно говоря, гораздо хуже переносится на века и вообще на Сочи, нежели чем другие оттенки. У него прозрачная база, в связи с чем этот оттенок не является самодостаточным, его нужно наносить именно поверх какого-то другого оттенка. Он дает немного сиреневый перелив, у него достаточно крупные блестки, и это скорее украшалка других макияжей. Дальше оттенок номер 11. Это очень красивый розовый шиммер, у него светлые блестки, это шиммер, который отлично ложится поверх практически любого макияжа. Не нужно его наносить ни на какие подложки, ни на базы. Он сам хорошо ложится и практически не осыпается. Очень красивый, нежный оттенок, который можно использовать и в дневном макияже. Оттенок номер 06. Это оттенок скорее персиковый, с немного серебристо-зелененькими блестками. Смотрится он очень-очень красиво, несмотря на то, что он больше похож на повседневный оттенок, но его можно абсолютно по-разному носить. Если наносить его на голое веко, то это больше полупрозрачный нюдовый оттенок с блестками. Если наносить поверх, например, коричневой базы, то он становится более темным и опять-таки придает светлых блесток. Смотрится тоже очень-очень красиво. Оттенок очень удачный, так что я вам его советую. И последний оттенок, такой оранжевый оттенок номер 07. Я его очень-очень люблю. Это именно оранжевый оттенок на красной базе. Смотрится безумно-безумно красиво. Он после себя оставляет красный тинт, особенно на пальцах, особенно на сочах, но смывается при помощи макияжа. Данный оттенок достаточно спокойно и не оставляет после себя никаких красных следов. Очень красивый оттенок, очень рыжий, так что если вы девушка холодная, возможно, вам данный оттенок не подойдет от слова совсем. Но я от этого оттенка в восторге. И пока что данный оттенок мой самый любимый во всей этой линейке. Дальше давайте обсудим палетку теней Сансара. Очень-очень красивая палетка по своей гамме. Я специально не стала протирать эту палетку, чтобы вы видели, во что она превращается. Как я уже сказала, использую я эти тени примерно 2 недели. При этом далеко не каждый раз за 2 недели я использовала эту палетку. И вот так вот она выглядит примерно спустя неделю обращения с ней. Да-да, я думаю, вы уже поняли, какой самый главный минус у этой палетки. Итак, давайте все-таки начнем с плюсов. Не надо говорить сразу же о плохом. Первый плюс это, конечно же, очень красивая, в основном холодная гамма. В данной палетке, как я уже говорила, есть 3 текстуры теней. Во-первых, это матовая текстура. Во-вторых, сатины. И в-третьих, фольга. Фольга это вот эти два оттенка. Очень повседневные, красивые. Есть оттенки тоже немножечко с теплинкой, но все же все матовые оттенки это оттенки холодные. Соответственно, с теплинкой есть вот только шиммеры и сатины. Но, на мой взгляд, все равно холодный макияж это тот макияж, который вы будете в основном получать с этой палеткой. Если вы любитель теплых макияжей, то данную палетку даже не смотрите. Она вам, скорее всего, не подойдет. Итак, очень красивая гамма, это плюс номер один. Плюс номер два, здесь потрясающая пигментация. Матовые оттенки просто шикарные по своей пигментации. С ними нужно очень-очень осторожно работать. Я тот еще рукожоп, как я уже сегодня успела сказать. И когда я использовала матовые оттенки, если мне не хотелось сильной-сильной мощной пигментации, то я брала эти оттенки и немножечко стряхивала руку. Если это не сделать, то можно получить бешеную пигментацию и даже наставить пятен, которые вы потом не растушуете. Иными словами, осторожно с этими оттенками, с ними можно переборщить. Я слышала в отзывах то, что они хорошо тушуются, эти тени, то, что не ставят пятна. Я согласна, что тени неплохо тушуются, но они могут ставить пятна. Я несколько раз переделывала макияж, потому что получалась грязь. Возможно, опять-таки, я рукожопы не умею краситься, но если вы не визажист и если вы не профессионал и не супер гуру макияжа, то, возможно, у вас возникнет точно такая же проблема с этой палеткой. Так что подумайте дважды. Матовые оттенки пигментированы. Есть проблемы с тушевкой и с пятнами, но в целом у меня к ним претензий больше нет, кроме того, что они жутко пылят в рефиле. Как вы можете видеть, это какая-то жесть, а не упаковка. Сатиновые оттенки достаточно хорошие, к ним у меня практически нет претензий. Они набираются как пальцами, так и кистью. Я больше люблю подобные оттенки, набираются всегда пальцами. Мне так проще. И оттенки, которые представляют из себя фольгу, тоже безумно-безумно красивые. Они классно переносятся на глаза, они потрясающе смотрятся. Иногда могут пожевывать века, если переборщить. Но обычно таких проблем у меня с ними не было. В общем, красивая гамма, действительно классная палетка. Но есть еще минусы, о которых я не успела вам рассказать. Самый главный минус, это, конечно же, отсутствие зеркала. Просто невероятно неудобно то, что здесь нет этого гребаного зеркала. Ну, в чем была сложность? Зачем мне здесь этот герб? Это просто крик души. Я потому что уже замучилась брать эту палетку и постоянно краситься либо у другого зеркала, либо брать другую палетку, где есть зеркало, и макать потом кисточку сюда. В общем, это неудобно. И мне кажется, над этим нужно Бернович явно поработать. Также, конечно же, очень смущает упаковка. Потому что упаковка выглядит очень по-дешмаске. При том, что стоят эти тени не 500 рублей. Стоят они гораздо дороже. Я считаю, что за такую цену можно было бы сделать упаковку и лучше. Упаковка картонная. Вот так вот она выглядит. Она тоненькая. Она очень маркая. Естественно, все пальцы остаются здесь. Все, что можно, остается здесь. И вместе с вот такой вот палеточкой шла вот такая картонка, которая была надета, в общем-то, на данную палетку. Ну, извините, картонка вот такая. Ну, еще одним минусом данной палетки, это не минус, это скорее просто небольшая придирка. Могу заметить то, что в матовых оттенках есть небольшая, немного неоднородная текстура. Как будто бы не все ингредиенты хорошо и мелко перемешались. И как будто бы здесь есть такие небольшие камешки. Это не очень приятно. Опять-таки, ничего в этом страшного нет. Просто это выглядит не так эстетично. И, конечно же, отнюдь не люксово. Выдает масс-маркет. Если вы согласны мириться со всеми этими минусами, или если эти минусы для вас не важны, то, думаю, палетка вам, в общем-то, может понравиться. Но я думаю, что эта палетка должна стоить дешевле, учитывая все эти минусы. И последнее, что нам с вами нужно обсудить, это, конечно же, жидкие тени. Я фанат жидких теней, я их обожаю. Поэтому, конечно же, я не могла не заказать себе одну штучку оттенок. У меня номер 02. Это безумно красивый оттенок. Он не коричневый, он не тауповый. Он, вот посмотрите, он какой-то нейтрального оттенка. Он серо-коричневый, немножечко серебристым отливом. В общем, он смотрится очень красиво и очень благородно. Как я уже упомянула, главный плюс данного оттенка в том, что он невероятно красивый. Если вы его хорошо нанесете, об этом мы с вами поговорим чуть позже, и оставите его даже просто как единственный оттенок, то есть вы не будете использовать его как подложку, нанесете его на все веко и подтушуете пальчиком, то, поверьте мне, будет очень красиво. Далеко не всегда жидкие тени смотрятся так красиво, как смотрится этот оттенок. Так этот оттенок воистину не подражаем, он очень, 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 и еще раз скажу, очень хорошо смотрится на веки. Я каждый раз, когда проходила мимо зеркала, любовалась на этот оттенок. Он вроде бы простой, но при этом он настолько благородный, настолько красивый. Это получается макияж одновременно и нюдовый, но при этом с изюминкой, именно с благородством. Минусы, какие есть минусы, минусов здесь очень тоже много. Вы, возможно, подумаете то, что я придираюсь, и, возможно, я действительно придираюсь, но я люблю, чтобы косметика работала хорошо. Главный минус непосредственно у этих теней, это, во-первых, то, что при тушевке они немножечко съедают свою пигментацию, становятся полупрозрачными, и это не страшно, потому что тени жидкие от Luxe Visage Metal Hype точно такой же способностью обладают, как только ты начинаешь их тушевать, пигментация и исчезла. Но у Metal Hype при этом пигментация исчезает постепенно, они просто становятся более полупрозрачными. Здесь же тени начинают частенько плешивить, и если вы буквально кончиком кисти или пальцы заденете не ту область, то мало того, что у вас растушуется с пятнами, растушуется грязновато, так вам еще и придется много раз наслаивать, потом снова будет эта же проблема, снова появятся пятна, снова появится вот эта плешивость, и, в общем, проблем при тушевке возникает много. Опять-таки, возможно, здесь только я такая рукожоп, но с другими жидкими тенями обычно проблемы плешивости у меня нет. Лично для меня все же то, насколько данный оттенок красив, перевешивает его минусы, и я готова мучиться с плешивостью, я готова мучиться с тушевкой, чтобы носить эти тени. Но если вы не любите так заморачиваться, то, возможно, эти тени не для вас. Также хочу заметить то, что данные тени просто потрясающе смотрятся в качестве подложки. Просто наносите, тоже тушуете, и потом поверх них начинаете, например, приклеивать те же самые спарклы, которые мы с вами уже обсуждали. Вот эти спарклы просто великолепно ложатся на эти жидкие тени. Получается, у вас есть клейкая база, у вас есть пигментированная база, и за счет этого тени держатся лучше, тени выглядят лучше, и они становятся более яркими, что, в общем-то, тоже хорошо. Но, на мой взгляд, совершенно не обязательно покупать для этого жидкие тени Бернович. Можно купить, опять-таки, те же самые Люкс Визаж, Метал Хайп. Это дешевые тени, которые можно найти в любой, наверное, бюджетной сети косметики, и они везде тоже продаются, на Озоне, на Вайлдберрис можно заказать, и они очень доступны, и совершенно не обязательно заказывать аж из Беларуси Бернович для этого. Ну что ж, какой-то вот такой обзор у нас с вами вышел на бренд Бернович. Могу сказать то, что да, я очень придиралась к этой косметике, были очень большие ожидания, потому что расхвалили эту косметику просто все бьюти-блогеры, везде и повсюду. Конечно же, я оставлю у себя эти спарклы, я буду ими периодически пользоваться, но очень осторожно в связи с тем, что у меня идет раздражение порой на них. Я не буду, скорее всего, пользоваться палеткой Сансара, потому что это не моя гамма, потому что у меня к палетке есть много претензий, и также у меня есть много других палеток, которые я могу взять вместо нее. Эта палетка неплохая, как я уже сказала, но у меня просто куча косметики, и при таком большом выборе, скорее всего, я буду отдавать предпочтение другой палетке. И жидкие тени от Бернович я буду использовать, несмотря на то, что они плешивят, но они действительно симпатичные и очень уникальные, интересный здесь оттенок, в связи с чем я их оставляю определенную у себя в косметичке. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok